По словам аналитиков, китайская экономика в 2012 году может погрузиться в кризис из-за долгов провинциальных и муниципальных властей, подобно тому, как Запад погрузился в рецессию из-за так называемых «плохих американских кредитов». Государственное ревизионное управление КНР выявило, что местные правительства набрали плохих кредитов на общую сумму более 80 миллиардов долларов. Но по оценкам некоторых экономистов, в реальности эта сумма составляет около 300 миллиардов. «В нескольких городах, где я проводил исследования, проблема намного более серьёзная, чем сообщается. У статистического бюро, когда оно обобщает данные, довольно много свободы преувеличивать. Они могут изменять данные в соответствии с политическими предпочтениями. Чем дольше это продолжается, тем более сложную ситуацию мы обнаруживаем в ходе наших исследований». В то время как обычные источники дохода местных властей приносят всё меньше средств, траты возрастают. Как считает директор Ассоциации социальных наук провинции Гуандун Ян Джин Ху, именно долги, вызванные перерасходом средств, в конечном счёте создадут проблемы. «Доход местных властей от продажи недвижимости значительно сократился, но в целом поступления средств на нужды местных властей продолжают увеличиваться. При таком высоком уровне долга в конечном счёте бремя ляжет на налогоплательщиков». По словам Яна, местные власти используют различные способы, чтобы перераспределять свои долги и обеспечить выплату процентов. Эти методы в основном включают дополнительные кредиты. «Чтобы данные не выглядели так плохо, могут быть использованы различные типы инструментов и методы. Есть много способов отсрочить риск дефолта. Например, изначально местные власти не брали кредиты, но сейчас они берут кредиты на землю и недвижимость, поэтому их долги стали восприниматься как менее опасные». Общая сумма долгов провинциальных и муниципальных властей в Китае составляет полтора триллиона долларов США.